Приветствую вас, мои родные и любимые христолюбчики, все братья и сестры во Христе и все люди на земле. Всем желаю радости, добра и всякого блага в души ваши, и в дома ваши, и в сердца ваши, во все сферы жизни вашей, мира, любви, долготерпения, всего-всего. Я сегодня хотел бы зачитать несколько писем, ну в смысле нескольких писем от сестры. Я не знаком, мы не виделись в скайпе, в социальных сетях, нигде она мне пишет на почту, на христолюб.gmail.com, пишет большие письма, и мне они по душе. Я хотел бы, у меня была мысля выкладывать некоторые, знаете, все-таки пишут мне, да, и думал, может быть, выкладывать на беседах христолюбцев эти письма. Ну, типа, мы же беседуем, но все-таки, наверное, нет, потому что, я говорю, тот канал там живые беседы, я говорю, потом там эти беседы просят удалять, кто-то там боится, кто-то что-то стесняется, кто-то потом, говорю, со мной ничего общего не хочет иметь. Плюс там видео, голосовое, эти люди могут, я говорю, и пожаловаться. А тут, конечно, что я читаю просто текст, вот, и, в принципе, все-таки я здесь один размышляю, да, я, конечно, буду читать, но я буду размышлять. Я решил все-таки их на проповедях выкладывать, вот, а по поводу, по поводу, по поводу, хотя вот я все время думаю, конечно, было бы неплохо их, наверное, все-таки на беседах выкладывать. Ну, посмотрим, где выложу, там выложу, вот, в принципе, на край потом перезалить можно, хотя вилка к ужину хороша, ну, ладно. Я хотел сказать, конечно, вот, когда ведешь такую деятельность, вот, я проповедую, ролики записываю по писанию, беседую, да, много грязи льется, это, вот, я говорю, вы просто не видите всего этого в социальных сетях. Иногда мне хочется всем этим поделиться, кто помнит, я ответы на вопросы делал и показывал, пытался человеку нормально ответить, нет, потом пытался вот ролик записать и показать ему, что ты тоже далеко не всегда прав, да, может, человек что-то ёкает, если уж человек не останавливался, там, блокировал или банит, как это интернет-сленг, да, вот. И, конечно же, кто-то вот не пишет, знаете, кто-то вот хочет, там, в какие-то друзья набиться, прям, тоже мне много пишут, и большие сообщения, я говорю, ну, вот, начнем с плохих, да, я говорю, кто-то пишет, и надо мне прям желание поделиться, зачитать, причем без имен, я говорю, не кажешь, я же человека не унижаю лично, вот, кроме него, если он вообще будет смотреть этот ролик, никто его не знает, никогда не встретит, не увидит. Обычно, кто пишет всякие, там, оскорбления и бред, да, даже порой говорю, пусть это не оскорбление, но начинают мне со своим, там, православием этот мозг выносить, причем, как я говорил, люди мне незнакомые, не желающие вступить в контакт какой-то по скайпу, чтобы посмотреть хоть что на что, потому что, что мне там твои две цитаты вырваны, я хорошо знаком со всеми сектами, и с ихними, и вероучением, и даже с практикой, с тем же самым православием, кто знает, то есть, я там три года побывал, побывал, не просто так, как всегда у меня год за 10 лет, или за 5, как хотите, да, потому что я полностью во все ударяюсь, и мне достаточно этого, чтобы все посмотреть и все понять, вот, ну, потом я остываю обычно, даже если я сохраняю там эти переписки на какое-то время, потом я все удаляю. Зло нельзя не хранить ни в сердце, ни где-то в компьютере, если я делаю, иногда что-то скрины, я потом обычно все удаляю, так мне не доходит. А вот хорошим светом мне хочется действительно поделиться. Я у сестры не спрашивал разрешения, я надеюсь, она поймет, действительно, когда что-то светлое, доброе, не надо хранить в тайне, я тем более все равно не буду ни имен называть, ну, у нее там и аватарка есть, даже на почте, все там, имя, фамилия, я говорю, хоть мы не виделись, я лишь скажу, что она тоже с Белоруссии, с Минска, по-моему, вроде как. Вот, у меня что-то прямо с Белоруссии много набирается, братьев-сестер открывается, я очень рад этому, вот, может, как-нибудь съезжу, проедусь по кругу, познакомлюсь со всеми, если Бог благословит. Вот, и поэтому, конечно, какие, вот я говорю, про злодеев я вообще не говорю, про там хулителей, кого-то, что я там буду в аду гореть, за все души загубленные, ответшие от православия, от таинства причастия я буду там отвечать. Меня это ни капельки не задевает, просто все это неприятно целыми днями читать, читать некоторые долбят просто, как вообще обезумевшие люди. Ты уж сначала даже не банишь его, думаешь, ну, может, человек просто не будет впиваться, и даже не блокируешь его, но он остановиться не может, конечно, целыми днями видеть сообщения, не видя других, поэтому приходится с такими людьми расставаться. Вот, кто-то вчера поет по нигерике, на следующий день там, или через полгода поносит, да. Есть люди, которые тоже, что в мелкой переписке, кто-то мне тоже большие петиции пишет, ну, не лежит у меня душа, вот, узнает тоже, кто-то мне там начинает что-то предъявлять, что я вот о любви проповедую, а любовь в своих делах не являю. Ну, не лежит у меня душа, вот, я читаю некоторые, вот, там, вот такими вот посланиями, ну, многие сейчас себя узнают, подумают, что я вот прямо о них говорю, хотя, конечно же, о них, вот, хотя у меня таких, ты или он, или она, брат или сестра, ты мне такая не одна, или такой, поэтому не думайте, что вот это я прямо о вас все время говорю, хотя, конечно, кто это слышит, если вас это задевает, или вы к себе это притягиваете, значит, это, возможно, о вас речь идет. Ну, не лежит у меня душа, вот, вы что-то пишете там, а, ну, не то у меня и все. Что о мировоззрении, хотите учения, богословие, или его применение в жизни, вы же, все какие-то рассказы там, или истории, или свои переживания, все равно, вот, именно, жизнь, это наше учение, это наша жизнь, или жизнь, хотите, это наше мировоззрение, оно не раздельно. То, как ты мыслишь, так ты и живешь, это всегда так было, всегда так будет. Почему я говорю, весь этот протестантский бред, по поводу того, что я веру и спасен, вот, а дела мои, это следствие веры, вот, это вот, действительно, дела твои, следствие веры, поэтому, если вы к совершенству в своих делах не стремитесь, у вас и вера диванная, как я ее всегда называл, протестантскую, да? Вот. А есть, вот, люди пишут, ну, что, ну, вот, одного мы уровня, одного возраста, одной души, одного тела, одного ума, как хотите, да? Действительно, так, почему я даже о теле говорю, потому что, действительно, мы друг друга и поддерживаем, и не оставляем, и не забываем о теле друг друга, да? Вот. И на еду, и на лекарства, и на коммуналку, на все в жизни. Помогаем друг другу, кто знает. Вот. И то же самое, единодушие, само единомыслие. Вот. Ну, что, вот, тут читаешь кого-то, кого-то не лежит, кого-то не лежит. Вот. Вот я хочу почитать, ну, я имя ее назову, я думаю, имен у нас много, ничего страшного. Это Елена. Я говорю, она с Минска. Я говорю, вряд ли ее кто-то без фотографии сможет когда-нибудь распознать, что... Ну, и действительно, она светлый человек, как по мне. Вот. Я хотел бы поделиться теми. Я поэтому, в принципе, все скрыл, что, кроме текста, это прям мой почтовый клиент, я с него и читаю. Четыре письма я вам прочитаю. Я думаю, что многим будет не безинтересны эти вопросы. Дима, привет. Очень искренне открыты размышления в твоем ролике. Это первое письмо, всего их будет четыре. В твоем ролике «Земная смертная жизнь». Интересно, что, побыв... Ой, простите, простите. Сейчас, секундочку, секундочку. Это я уже тут тыкал-тыкал. Это вторые два письма. Сейчас первый сначала открою. Думаю, что-то не оттуда началось-то. Вот, все. Думаю, это уже про тот ролик-то. Дима, здравствуй. Меня зовут Елена. Мне 60 лет, живу в Минске. Ну, все, я вам это рассказал, да. Сначала от всего сердца хочу поблагодарить. Я говорю, Леночка, от всего сердца не обижайся, что я без разрешения читаю. Но я думаю, ты поймешь, потому что действительно мне хочется нашей перепиской поделиться. И все-таки засвидетельствовать, что я такой не один. Хотя, я говорю, у меня, конечно, есть братья и сестры, с которыми мы тесно общаемся. Но вот хочется с тобой. У тебя действительно большие письма, и я их вот действительно с удовольствием читаю. Знаете, казалось бы, о, много. Но кто знает, я и так-то люблю читать поэты для меня. Нет, ну, когда читаешь, конечно, то, что тебе не по душе. Я уж молчу об ахинеи какой-нибудь. А когда человек единодушен, тут, конечно, все делаешь с радостью. Сначала от всего сердца хочу поблагодарить тебя за то, что ты делишь свою жизнь, духовную жизнь. Это не всем дано. Ну, спасибо. Я, в принципе, это делаю с радостью, потому что просто любишь людей. Вот и все. Спасибо тебе за то, что так подробно и основательно говоришь о Господе, об Иисусе. Я много положила в свою личку, хорошего и доброго, и уверена, что все светлые души услышат тебя. Ну, я тоже надеюсь, что мое служение все-таки заквашивает этот мир светом и любовью. И мы все должны это делать. Я почему всех все время призываю. Как можете. И не бойтесь напрягаться, знаете, вот пробовать что-то. Где страх, там нет любви. Любовь есть истина, истина есть Бог. Бог есть любовь. Где страх, там нет Бога. Нельзя бояться. Вот. Нельзя просто сидеть на одном месте. Надо что-то пробовать. Хотя у всех разный путь. Это не значит, что всем одинаково. Вот. Но светить в этом мире надо стараться по-всякому, как ты только можешь. Это, конечно, уж точно. Вот. Я давно искала единомышленников и уже почти разуверилась в этом. И вот наткнулась на твой сайт. Внимательно посмотрела видео о твоей жизни и была поражена, как много сходства с моей дорогой. Как-то на слепую веру моя душа многое не принимает. Поэтому я так же, как и ты, много везде полазила и определилась, что моим вечным путеводителем будет Иисус. Хотя он им и был. Ну да. Так что я христолюб осознанный. Ну это хорошо. Только вот просмотрела твой ролик о разводах по Марку. Правильно, что ты не боишься сказать об изменениях в своих новых прочтениях на эту мысль. По себе я тоже заметила, что ничего неизменного во мне нет. По мере роста по-другому читаются стихи и меняется смысл. Ну вот тут Лена говорит, что заметила. Она может быть не согласна. Вот я живой пример говорю. Ну она и поблагодарила. Как мне говорят, ты только по Нигерике слышишь. Да почему? Я вот только сегодня, пять минут назад закончил ролик, отвечал на вопрос как раз о реинкарнации. Опять человек написал на канале же, на этом же христолю проповеди, что типа вот есть же место в Писании. Людям должен однажды умереть, да, потом суд. И я ответил. Человек нормально спросил, я нормально ответил. Как я мыслю? И по многим вопросам, кто слушал мою последнюю беседу с Сергеем Дудко, да, он же вот почему-то видит это, что действительно я стараюсь говорить, где я, во-первых, где я знаю истину, это понятно. И вообще, что истина в свободе, любви и бессмертии, это во Христе мы все видим. Кто будет с этим спорить, да. Какие-то более тонкие нюансы, я всегда говорю, что я чуть ли не всю Библию исследовал. Я могу смело заявить, что слова совесть нет в ветхом. Знаете, я много раз говорил, есть умное сердце, мыслящее, в сердце есть помыслы, добрые или злые. Пусть это мелочь для кого-то, нюанс, но я знаю его, я люблю об этом говорить, да. Я исследовал этот вопрос на этот предмет. Я знаю прекрасно, что многоженству, как и девству, в принципе, нет ни похвалы, ни отрицания, да, какого-то, какой-то, наоборот, принижения этих двух вещей, да, там, что многоженство, оно есть и есть. Нигде мы в Писании не найдем, там, его какого-то восхваления, да, или, наоборот, прям строгого запрета. Там, девство, то же самое. Вечные там палки ломают до сих пор, вот им семья, все-таки, это же выше, там, а кто-то говорит, что вот отречение от всего, это тоже высоко. Нет и того, и не того, да, и мы это все прекрасно знаем, это даже вообще не мое мнение, и это просто истина в том, что нету ни того, ни другого. Тут вообще дело выбора, и, в принципе, это не говорит о том, что это хорошо или это плохо, да. Вот, вот, Лена, она же видит, что я вот могу спокойно говорить, да, и об изменениях, вот именно. Я ролик записал на Библии, я сначала, и то, это так просто было написано. И не то, что я опять с себя хотел всю вину снять. Нет, это я так не понял. Ну, так и написано. Иевус, Иерусалим, это один и тот же город. Но автор так писал, что он его называл Иерусалимом уже до того, как еще сам, описав исторические события, он назвал город Иевус городом Иерусалим еще до того, как его захватили евреи. И царя Иевусского называл царем Иерусалимским, хотя этот город еще не взят евреями, и еще израилем, и еще не взят, и еще не называется так. Естественно, я как читаю, так и понимаю. Я читаю книгу последовательную об исторических событиях. Автор, есть ошибка и автора, ну и моя ошибка, как я не понял, и чуть других не вел в заблуждение. И как я там в ролике сказал, конечно, это мелочь. Это все можно пережить, на спасение это никак не влияет. Но это же есть. И я спокойно записал ролик, сам на себя, так скажем, поправку, опровержение, что вот тут я, да, ошибся. Причем мне, кстати, в комментариях тоже написали этот вопрос. И я спокойно, да, тут ошибся, тут поправился. Да где-то еще один момент про этого причтения. Что-то я там еще тоже говорил. Говорил, потом я тоже сказал, что я, я уже забыл. Но я там записал. Где я тоже что-то не так там. Есть мелочи, ты ошибаешься. Ничего тут такого нет. У тебя меняется, а уж помимо то, что с возрастом духовного человека, внутреннего человека, меняется мировоззрение, стихи открываются по-другому, да. Это уж однозначно. И тут скрывать свой возраст, это, знаете, все равно, что сесть вот, и все равно, что в 20 стесняться в 20-летний возраст, то, что ты теперь в песочнице не играешься, а в 30, что ты до сих пор в институт не ходишь. Ты знаешь, в 40 лет люди смеются, ты что учишься, что вечный студент, там, в 40 идут учиться, в 50, вот. Уже как бы не гоже, тут уже жизнь на закате, а ты пошел там с ребятишками, с малолетними, там, сидишь за партой, даже в институте. Это же смешно. Вот, как бы так. Ну, я молчу, понятно, там есть повышение квалификации, все такое, может, у человека разное побуждение. Ну, так-то уже, да, всему есть свое время. Время разбрасывать камни, время собирать, мы все это прекрасно знаем. Так, и меняет смысл. Все каменное становится удивительно текучим, и в этом я ощущаю Бога. Ибо в любви нет ничего четко очерченного, она всегда действует гибко. Так же и в вопросах о браке и разводе. Все зависит от исторической эпохи, страны и семьи, и других заданных внешних обстоятельств. Поэтому, как можно сравнивать, например, рассуждения людей, живущих в Израиле, в эпоху Моисея, и людей, живущих в наше время, в нашей стране, где женщины даже возможности жить независимо материально, где женщины даны возможности, вот именно, жить независимо и материально, и духовно. Это, кстати, реально так, да. Как мы видим, древние времена, сейчас в разных странах, где женщина, допустим, ничего не имеет, кроме права готовить суп, да. И когда в капиталистических, так назовем, странах, да и в разных с другим строем, или политическим, там, системы, достаточно у женщин, мужчин и женщин вообще наравне уже давно, да. Это действительно откладывает отпечатки на разные. Вот, поэтому тут я вот полностью согласен. Многое зависит от зрелости души. Незрелая душа, живущая в хаосе мыслей и чувств, вообще не понимает, что говорит. А есть души, которые... Так, сейчас... А есть души, которые делают первые шаги в любовь, и поэтому изучают законы. Зрелые души, как я вижу, живут осознанно, или творят то, что творит отец. То есть у них гармония между умом и сердцем, и есть связь с Богом. Как правило, у них отсутствует деление на хорошо и плохо. Они видят все явления как благо, поэтому не судят никого и ничего. Согласен полностью. Потому что всякое зло, как мы видим, с человеческой точки зрения, является благом с точки зрения вечности. И я это увидел на примере своей жизни. Именно сопокрестновение со злом помогло мне открыть глаза и ощутить себя Детем Божьим. Я вот хочу, во-первых, заметить и также спеть по Нигирике Елены, как она пишет. Очень красиво, без ошибок, без архографических, пунктационных. И она же вот не мне по Нигирике, да, и не мои просто слова повторяет. Она пишет от себя. Я читаю, я ее мысли читаю. Я, кстати, я, конечно, тоже единодушно согласен, но она не моими словами цитирует. Она пишет свою историю жизни, рассказывает нам, да, и она просто, как она говорит, вот именно, просто точно такая же, да, такой же, так той же тропой проходили. Мне вот это нравится, да. Чем больше зло умеешь переплавлять в любовь, тем выше она поднимается. Это особенно ярко я увидел на примере своей семейной жизни, где Бог сочетал меня с человеком, который причинил очень много страданий. И сегодня ясно вижу, что без этого блага я не наработала бы силу прощения и любви. Так что то, что Бог сочетает, для меня теперь ясно. Он будет сочетать свое дитя единственное с одной целью – вырастить в нем душу и какими людьми и обстоятельствами ему виднее. Я вижу в стихах Иисуса еще и духовный смысл, а не человеческий. Плотский человек призывает следовать за волей Бога. Ну, конечно же, ну, эти, кстати, конечно, вот письма Елены будут понятны мне только тем, кто смотрит еще меня. Ролики, в частности, она смотрит канал «Христолюб Библия, чтение, Писание». Елена сейчас много, но она и первое знакомство, мы видим. И, конечно же, она пишет свой комментарий, дает свое мнение, свои мысли, делится на мой ролик, где я пишу о браке, да, о разводах. Тем более, в каждом там Евангелие это повторяется. Она, видимо, прослушала. Это все не так давно, но это вот она, мы в сентябре, в августе-сентябре, она мне первый раз написала. Я сейчас тут дату точно не вижу, просто на глазах. Вот. Я вижу в стихах Иисуса еще и духовный смысл, а не человеческий. Плотский человек призывает следовать за волей Бога, которая будет его сочетать с разными ситуациями, с разными людьми и не убегать от нее, потому что зла в ней нет, в ней есть любящий призыв не угождать своей похоти, а собирать небесные сокровища, которые извлекаются ими на соприкосновение с трудностями жизни. На небесах у нас такой возможности не будет, как я поняла, потому что только в этом месте на Земле или подобных ей планетах собирается вместе такой вот борщ и доброе и злое. А дома все по своим полочкам рассудится. Ну, дома с большой буквы. Поэтому и рай будет. Как-то я вижу, как-то так я вижу на сегодняшний день. Многое думала, передумала и пришла к выводу, что я знаю, что ничего не знаю. Ну, это древняя мудрость, да? Поэтому просто в мире любви слушаю внутренний голос и следую за ним. Я знаю, что Богу можно доверять, поэтому свою думалку стараюсь игнорировать. Она просто отнимает силы и время. Наверное, на самых высоких небесах и есть это самое радостное бытие, когда ты просто летишь туда, куда зовет Отец без всяких дум и усилий. Ты просто есть. Желаю тебе успешно делать то, что ты слышишь, твоя душа и дальше, что слышишь, твоя душа и дальше в единстве с нашим Богом, который есть любовь. Ну, я полностью согласен и по поводу мысли. При этом Лену не назовешь глупой, да, или недумающей. Она, конечно же, я понимаю, о чем она говорит, как и Павел говорил, обладая гениальным умом, не маленькой думалкой и непростой. Вы помните Павла вот такие вот абзацы, послания, заковырки, завертки, как он там пишет порой, аж это голова, оторви и выброси, как говорят, да? Вот. Но при этом Павел тот же сам писал, что настанет время, когда все упразднится, и знания все наши, и пророчества, да, и все вот эти. Останется только любовь, то есть бытие, где ты просто есть. Вот. Тут я полностью согласен. За пожелания спасибо. Надеюсь, Господь и дальше будет руководить. Так, второе письмо. Я отвечал Лене в основном коротко, конечно, что я просто тоже читаю, ну, потому что я, в принципе, всем говорил, вот тоже от меня ждут каких-то там вот таких ответов. Ну, мои ролики, все выходят. Сколько, три формата у меня, как минимум, а то и четыре, да, получается. Я делюсь своей личной жизнью, даже бытовой, да, я проповедую в свободной форме, свободными словами, вот именно, в принципе, это и ответы, и на комментарии на ваши я стараюсь. А почему стал это тоже все еще блокировать? Я вам говорил на том же проповеди, везде, да, не потому что я там что-то сею, да, потому что тоже потом тяжело отвечать. Мне хочется, вы знаете, вот такой формат, да, у меня немного подписчиков, немного просмотров, соответственно, немного комментариев, и, а особенно тем более я еще и блокирую, и там эти ссоры не разжигаю, да, за счет того, что ты кого-то там блокируешь, и другие не реагируют. Я хочу как раз здравый отвечать, вот эти комментарии, читать, вот как сейчас, да, что на личной почте, действительно, может быть, что на вот канале, и ты просто потеряешься, если ты оставишь всех этих, кто там тебя хает, вот эту всякую, непонятно, что пишет, ахинею, и я говорю, в принципе, мне просто не нужны вот эти ваши учения о православии, я со всем этим уже знаком, потому что у меня там цитатки и фразки китайские, я все это знаю, все это уже я им пишу, прошел, да, вот, а вот этот формат ответов на вопрос, мне многие писали, что он очень нравится, он очень важен, и чтобы вот его не запутаться там, да, не закопаться, и не всякую эту ерунду читать, вот имени, не грязь вот это вам показывать, я уж вам просто в простой форме говорю, конечно, поношение приходится все эти терпеть, да, вот, потому что я говорю, каждый день новые появляются, они меняют аккаунты там, ну, в общем-то, люди, конечно, нездоровые, зачастую, вот, и поэтому, а мне хочется продолжать, вы знаете, может у меня будет через 10 лет 100 тысяч подписчиков, и куча просмотров, и мне хотелось, ну, вряд ли люди будут засыпать комментарием, действительно, люди здравые, вы знаете, у них либо все уже вот понятно, вот, и поэтому мне хочется действительно в этом тоже нести пользу, я говорю, не просто весь этот понос, который на меня льют, вам показывать, это и так всем понятно, вот, и тоже там одни панигирики, я говорю, мне приятно, я говорю, пожалуйста, пишите и благодарности слова, я всегда, мне это всегда мотивирует, воодушевляет, поднимает где-то, у меня же тоже бывает духовный, так скажем, падение, вот именно апатия, ты читаешь одно Г, вот, хотя ты прекрасно понимаешь и знаешь, что многие люди, ты помогаешь, да, поэтому и лишний раз бывает комментарий, он как раз бывает в тему, как раз, обычное спасибо, я уже много раз говорил, это не потому, что те же тщеславие, как вот эти же люди, какие-то нездоровые, все вот в одну тему у них, все, нельзя слово я сказать, нельзя принять благодарность, да, нет, действительно, я говорю, с утра такой, после там вечернего долбежат, кого-то с утра ты читаешь, спасибо, и у тебя весь день заряжен, ты с радостью трудишься, я там пишу эти ролики, работаю над текстами, да, все в своей сфере продолжаю, вот, поэтому это, я говорю, немаловажно, и поэтому я их даже в комментариях, ну, когда я уже публично, вот это по воскресеньям стараюсь зачитывать, я их даже пропускаю, ну, что, спасибо, спасибо, спасибо читать, да, но для меня это важно, я об этом много раз говорил, еще раз говорю, вот, а в этих мы будем действительно, чтобы я всем, я вот думаю, что не важно, сколько у тебя, вы знаете, может быть лучше тогда уменьшить какие-то другие ролики, но с теми людьми, которые будут что-то обращаться, что-то писать, если это вопросы, если это комментарии интересные, ихние мысли, я бы такой формат продолжал, это живые люди, и это важнее, чем записать лишний ролик, понимаете, и пусть они потом будут чаще выходить, может это когда это уже перейдет за два часа, по воскресеньям, значит два раза в неделю, еще в среду читать там, и в воскресенье, ну сейчас у меня их совсем немного, вот, это можно себе позволить, а возможно, когда придет формат ежедневного, и вы знаете, люди, которые их пишут, они же хотят получить этот ответ, желают, вот, это будет такой формат, и это хорошо, я так это вижу, так, Дима посмотрела, привет Дима, посмотрел вчера твое видео о переодевании, ну, это кто помнит, о трансфестизме, и из ветхого завета, мы там читали, и вы помните, я записал даже отдельный ролик, на тот стих, потому что он там, не вырванный из контекста, а просто во второзаконии, да, по-моему, что мужчина, да не одевает женскую одежду, а женщина мужчину, и на проповедь их выложил, твою переводить, ты молодец, что вот таким простым, и доступным образом, возвращаешь людей к реальности, ну, вы помните, я там по-всякому показал, и бред, и вообще абсурдность, когда можно дойти до такого фанатизма, что, когда мужчина действительно, в холодную погоду, просто на женщину, чтобы согреть ее, отдал ей свою мастер, пиджак, куртку, это же бред, я так всегда делал, до сих пор делал, и всегда буду делать, да, если женщина мерзнет, дитя мерзнет, противоположного пола, у тебя дочка, а ты отец, у тебя сын, а ты мать, да ты не наденешь все, что угодно, и женское, и мужское, лишь бы он не замерз, а доходит же до этого, не зря там рассказал реальную историю, которую мне, правда, пересказали, вот, так что, захотелось сейчас написать о том, как я вижу, почему люди ломают копья, читая писания в принципе, и Коран, и Бахагават, как я поняла, там вложены духовные слова, а мы, плотские, пытаемся в них уловить материальный смысл, например, слова муж и жена у Иисуса, и Ветхом Завете, я слышу, как дух и душа, муж, дух, Иисус, который ведет жену душу, жена, которая прелюбодействует, это душа, переставшая следовать за духом, вот в такой версии становится понятно, почему нужно или не нужно носить женскую одежду, душа обязана подчиняться и следовать за духом, который есть Христос, поэтому в Библии так много говорится о женихе и невесте, о брахе с женихом, потому что люди утратили эту связь, они неводимы духом, поэтому и развод запрещен, и женскую одежду дух носить не может, ибо он глава, а душа – жена. Душа совращается, забывая свою духовную природу, и влекаясь вещественной природой, из-за этого она слепнет и гоняется за суетой. Символ распятого Христа, я вижу как напоминание, люди не плоть, вы не плоть, а духовные создания. По своему опыту увидела, как я вошла в это осознание, у меня все ненужное, просто само по себе стало отваливаться. И при общении с людьми, друзьями, когда я говорил об этом, то наблюдала либо шок, либо недоумение. Вот я читаю Лену, и я как бы согласен и не согласен, но мне нравится, как я говорил, что она пишет. Читая Ветхий Завет, это мы сейчас духовно правильно читаем, и в принципе, можно было бы читая Ветхий Завет, как я многие толкования читал, конечно, православные, там ортодоксальные, протестантские, католические, неважно, да, и где они пытаются Ветхий Завет, именно беря за основу какие-то стихи, или там последовательное чтение, и духовно что-то, пользу какую-то выносить. Это я видел. Сам просто я не пошел по этому пути, потому что многие, это кто так понимает хорошо, и можно так поназидаться. У меня цель, конечно же, чтения Ветхого другого, потому что все-таки, и причем таких людей-то немного, а вот основная масса, я в процентах, конечно же, ошибаюсь, я же не пророк, и не Господь Бог, но я бы сказал такую цифру, 90, так, ни туда, ни сюда. Это, который понимает все буквально, и на самом деле, Ветхий Завет, и тем же самым, и семь, здесь говорилось, о буквальном, не одевании мужчины, и женской одежды, а женщины, мужской, да, вот, это все, конечно, хорошо, и я полностью согласен, что так можно, и по поводу того, что муж и жена, и Христос, Бог нас, Он и Бог, и мать, и отец нам, и друг, и учитель, и он же вот именно жених, а мы невеста, причем не только наши души, а мы целиком, мы будем воскресшие, вот, и вся церковь тут же невестой называется, вот, все это можно, но там, конечно, речь шла конкретно об этом, и я почему так и сказал, вот, ну, мне вот, как я вам говорю, показываю на опыте, я радуюсь, читая здравых людей, вот, и в принципе, все, что она говорит, Лен, это я согласен, просто я говорю, конечно, там у меня другие цели, когда мы читаем Ветхий Завет, преследуем, да, так, так что, как я увидела, это корень всего забвения нашей истинной природы, которая божественна и чиста, ибо Бог не создает ничего грязного, ужасного, это мы, неверный, развращенный род, сами дорисовали все эти ужасные, которые видим вокруг и в себе, потому что мы подобие Творца и тоже можем творить, какое сознание или вера, такой и мир вокруг нас, ну, правильно, как ты веровал, так и будет тебе, любовь видит во всех чистые божественные души, которые временно больны, я по себе поняла, если я это не вижу, то любить не могу, потому что внешне, во что одета душа, бывает иногда весьма безобразным, не знаю, как у других получается любить, но меня Бог научил именно так, для каждого свой подход, вот ты, Дима, уже рожден был с любовью к людям, это видно, тебе дан огромный дар, делись этим с нами, это самое важное, все остальное, мусор, спасибо, я вот хочу, кстати, вот опять на этом примере, этих слов сказать, то есть Лена говорит, что я как бы рожден с этим, вот заметьте, ну, как вот я мог быть, если вот, вы знаете, сейчас на канале, я стараюсь тоже эту тему поднимать, по поводу перерождений, рождений, вот этих всех, реинкарнации, многих жизней, ну, почему вот я рожден с любовью к людям, я согласен, что во мне действительно, я говорил, в принципе, конечно, изначально было много любви, я всегда любил природу, ее берег, вот старался, да, я всегда любил животных, всех, диких, недиких, да, и людей, как бы я достаточно, ну, понятно, детство, юность у всех прошла, я говорю, вот эта грешная молодость, до 27, потом я покажу, конечно, тогда открылась вам не абсолютно, это любовь, да, к людям, хотя бы ее принципы, учения, понимания, понятно, я погрешаю, ничего не поделаешь, бывает всякое, вот, но я вот именно себя останавливаю, или признаюсь, что я погрешаю, стараюсь это как-то потом исправить в себе, или и покаяться, действительно, перед человеком, если я там обидел кого-то, что-то сделал, нехорошее, вот, это вот просто я к той теме, ну, сейчас, кстати, Лена Инайтик уже видео будет отвечать, где, где, тут-то тема другая была, переодевание, вот, я как бы как раз переходной момент, и мы прочитаем еще два письма, о вечных, то есть, видите, они рассуждения, человек все-таки в этом плане развивается, да, казалось бы, вот, вот это так рождет, вот, вообще, конечно, я во многом согласен, почти во всем, про любовь, все это, да, вот, ну, давайте, почитаем дальше, Дима, привет, очень искренне открыто размышление в своем ролике, вот, который я недавно записал, земная смертная жизнь, интересно, что, побыв 10 лет в религии свидетелей и еговы, они буквально бетонируют свободу мышления, ну, там вообще жестко, насколько я знаю, у меня первая девушка, у нее мама с бабушкой были свидетели и еговых этих, но выйдя оттуда и передавшись в свободе Богу, я получил те же мысли, что и у тебя, даже наблюдая за своими учениками, ну, по поводу, да, я читал, Лена, видимо, либо преподаватель, либо еще, поэтому я говорю, у нее прекрасный ей слог, и орфография, и все, и пунктуация, это чувствуется, да, наблюдая со своими учениками, очень близко, а, она пишет, я преподаватель фортепиано в музыкальной школе, но тут чувствуется, я говорю, все, и образованность, и вот это все, поражаюсь тому, что один ребенок, как будто в первый раз родился, ну, я почему и сказал, то есть, Елена в прошлый раз так поговорил, вот, понимаете, вот мы живем, вот она написала прошлое сообщение, я же не стал ее долбить, да что ты, один раз, да, у меня-то эти мысли уже были, она не знала моих мыслей, увидела этот ролик, да, и тут же человек просто открывается, то что она открывается истине, причем я говорю, как и я, я даже еще про ту же самую реинкарнацию, бесконечное теперь рождение, до второго пришествия, я же не утверждаю, я говорил пока я, а тем более я говорил, что я, это внутреннее только откровение, и, ну, по писаниям я некоторые привожу, примеры, да, про то же самое Илью, очень важное, да, место, где ученики его спрашивают, как же Илья должен прийти, Иисус им говорит, что Илья пришел, да, а он был взят на небо еще когда, там давным-давно, вот, и пожалуйста, вот мы о чем-то говорим, я же никого, говорю, не убеждаю в этом, да, причем более того, мы с Сергеем, с Дудко разговаривали, тоже с Белоруссией, да, получается, тоже с Минко, вот два человека, казалось бы, с одного города, вот, я говорю, я же рассматриваю это с христианской точки зрения, как это может открыть мне, ко христианину, ученика Иисуса, те пробелы, которые не хватало мне, да, в жизни, ответы на многие вопросы, а как же люди все, до совершеннолетия умершие, это дети, я всех до 16 лет называю детьми, вот с такими вот грешками, по сравнению с потом мучениями, вечными мучениями, в несгораемом огню преисподней, да, разные там вопросы, да, а как же возрастание бесконечное, где оно, все в чем застал, в том и сужу, да, есть такие слова, но это на сегодня, в чем застал, потом дальше, после каждой жизни, отчет-то, подведение итогов, у нас кто знает, экзамены после каждого года, там, в школе, в институте, сессии, да, подвод итогов, диплом, а после диплома опять, можно еще второй раз пойти учиться, можно работать, тут видите, все непросто, вот просто живой пример Елены, она слушает, не потому что она вот меня ведется, я вот такой учитель, гуру, она слепая, следует за мной, я за собой никого, я сам не слепой, и никого не призываю следовать за мной, слепой, я говорю, откройте глаза, идите только за собой, за собой-то за кем, если ты христианин, ты идешь не за собой, не за своим, как говорит, сердцем, не верь в Confession сердце, оно у тебя лукавое, в сердце-то у христианина, кто? Иисус, идя за собой, ты идешь за Иисусом, если ты его принял в свое сердце, за любовью, за истиной, за Евангелием, поэтому я образно говорю, только ты сам будешь давать за себя отчет, поэтому все, что ты в этой жизни творишь, ты сам во всем виноват, и сам всего этого добился, и Бог тебе скажет, молодец, сынок ты вырос мы как и детей своих мы хотим чтобы они сами только сам сам вот у тебя я я сам сам да бог хочет что ты был я я и сам сам или ты хочешь быть вечным инвалидом на шее у него сидит как у земных родителей многие ты должен вырасти сам сам как ради как дети вырастают и потом даже за родителями заботится так и ты должен вырасти они сидеть на шее у папочки даже наблюдая за своими учениками очень близко я преподаватель фортепиано в музыкальной школе поражалась тому что один ребенок как будто в первый раз родился человека ему надо объяснять элементарная вещь а другой как будто вспоминает и тут же легко все воплощает я не о профессиональных навыках а человеческих отношениях и размышлениях с детьми ну вот это удивительно действительно но я тоже вот и говорю откуда я мог вот эта любовь там она со временем приобретается как я говорил что я вот именно я представить не могу как я руку подниму на животное на человека возможно я это делал я знаю прекрасно что просто караул я потом жить до конца жизни не смогу этой уже потому что опыту мне видим этот есть сама боль не бога и убрал так скажем а знание оставил уж я возможно в прошлой жизни я убивал всех направо и налево возможно я был этим кровожадным моисеем который всех там резал кто и боль у меня знание боли осталось сейчас если это сделаю я себе жить спокойно не дам у меня эта картина будет до конца жизни если я муху обижу кошку там какой а есть до сих пор люди кого жадны спокойно голову режут всем на свете людям животным так что а знание не остались более этой нету бог это убирает знание ну тут тонкая грань да я вроде говорю что чувства нет а именно умное сердце я говорю то есть ты чувствуешь это ну тебя вот нет этого тебя господь больше не корит за это тянет вот этого воспоминаний конкретные да ты остается лишь такая вот эру внутренняя память отпечатки то есть твоя природа поменялся ты изменился больше того никогда не сделаешь в этом плане взошел на эту ступень стал богом в этом смысле да все ты никогда не упадешь это как вот там в православии непадательное состояние все ты никогда этого не сделаешь никогда поэтому я не надо было там в детстве убивать кошку там еще что-то животное я уже это видимо делал ягру я знал что этого никогда нельзя у меня вот такой я говорю я много чё тоже шабутил в детстве на там играли стекла били чё только не вытворяли воровали там что-то там в огородах вот но это вот я знал что нельзя делать никогда так что так тоже думала почему так и утвердилась в том что мне открыла открывалась внутри мы просто меняем роли познавая опыт на жизнь перевариваем ее возрастами если правильно перевариваем но вот все что да тут тут я также говорил я согласен то есть если правильно еще делаем выводы меняемся все возрастаем на ступеньку поднимаемся уже никогда не возвращаемся на нижние ступени мне понравилась твоя мысль что все персонажи ветхого за это это я вполне может быть вполне может быть и отрицательные тоже вот именно поэтому вы заметьте я говорю я вот как и говорю а сам у меня я вам я вам причем не только умовой это рассказываю я вам чувства свои рассказываю у меня реально я когда там даже ответки за это мы сейчас с вами читаем я казалось бы показывают нас на их не грехи какие они нехорошие там кто-то кого-то режет убивает придает и знаете не грамма суждения не видишь то я ват этих людей посылаю я группу просто посмотрите потому что сейчас дебилизм идет вечный что это в святость все что горько называют сладким черный называют белыми ягру нельзя это называть это это горькое это черное так не надо делать нам описано это возможно я делал поэтому я так и утверждаю я понял что я делал грех и не делаю этого а почему осуждению мне как у всех о там правильно истребляли эти народы да неправильно не должно было этого быть это плохая история человечества что все резали друг и друга не должно быть так должно было быть все по-другому они должны были показать евреи те же саму богу господи а можешь ты сам за нас мы ничего не возьмем ни одного меча мы просто будем идти ты сам защищай нас если кто-то будет нас обижать а мы будем любить друг друга и всех они так сделали нет мы только сейчас это видим как надо было сделать поняв истину что бог есть любовь и я в каждом этом человеке я себя вижу в этих людях поэтому я их как я сам себя получается осуждаю сам себя в ад посылает я понял что это мой опыт это я и отрицательный тоже соответственно все мои враги окружающие меня в этой жизни даже я так и есть и их иисус при призывает любить как себя во вот какая тонкая мысль вот это я мысль даже подчеркнул кстати вот я вам почему говорю казалось бы до женщина учитель фортепиано что я буду с никто она есть я-то он кто я же проповедую когда меня вот в этом корят что я не умею там кто-то мне там ты что там слушать не умея горды там не очень хорошая мысль у лены она от меня чуть-чуть взяла дополнила я от нее и вот так мы вместе как павел писал собираемся для назидания для возрастания для познания действительно для того она и церковь нужна мне там тысяч дутя никакой церкви не теряю не знаю это может у вас нет вы там ходите причащаться у меня есть у вас есть сборище но нет собрания а у меня есть вот есть настоящие дети божьи которыми мы она правильно сказал может быть поэтому искал любить всех как самого себя а может быть я-то в нем тоже хорошая мысль очень хорошая мысль что именно потому что это я там люби его это ты мысль очень хорошая это очень глубоко духовно я согласен только я этого не говорил это уже вы сказали но я с этим полностью согласен и их иисус призывает любить как себя да если я кого-то сужу может мне следующей жизни придется побыть шкуре моего врага вот и почему я говорю люди опомнитесь а когда читаю там ветхий завет это не потому что я их осуждаю вы опомнитесь это же зло мы тогда его творили сейчас то давайте не наступать на собственные грабли я не осуждаю кого читаю ветхом за эти игры люди это же мы мы прошли этот путь бог говорит поднимитесь на ступеньку то выше поднимитесь не берите оттуда опять во что скатилась ортодоксия с протестантизмом опять все оттуда взяли опять все оттуда взяли патриотизм родина убей врага иисус говорит вам сказано люби ближнего в еврейском понимании только свой еврей и ненавидь врага своего это люби его только до тех пор пока он палочки не стал в субботу собирать а тогда побей его камнями ненавидь врага своего всех на свете кроме евреев что иисус говорит а я вам говорю не и не многие пытаются переубедить то написано я а я угру любите врагов потому что там написано если и как это бред получается и ненавидь врага и я говорю вам любите врага и я вам то же самое говорю нет не то же самое а а я говорю вам любите врагов ваши и говорит что это такое это благословляйте благотворите молитесь за ним до сих пор поэтому я ведь читаю показываю люди опомнитесь это опыт опыт как мы не должны делать взять из ветхого за этот кто сейчас со мной читает на сегодняшний день я уже читаю руфь закончил то есть мы уже с вами там пом 7 книг получается бытие исход числа левит второзаконие иисус навин судьи руфь 8 книг уже прочитали сейчас я царство готовлю 4 книги царств игры люди посмотрите ничего взять ничего ничего это от уже на земле что там творится там ничего с новым заветом невозможно хоть вот за уши тени притянуть не получается опомнитесь это мы в прошлом давайте так больше не делать не создавать не культов не этих законов не постановлений ничего этого не делать это ни к чему не привело посмотрите на иисуса он все это не принял и сказал назвал все это мерзостью на самом деле мы прекрасно знаем ох уж ох уж не хочу лучше буду пытаться понять и любить а побыть его шкуре этого теряется мысль да если кого-то сужу может мне в следующей жизни придется побыть шкуре моего врага ох уж не хочу лучше буду пытаться понять и любить да я и в этой одной жизни успела поменять шкуры больше нет желания переодеваться я и говорю у нас удивительно правда нам хоть колонка говорят тиши тиши на лбу а нам все одно в библии цвет святости белый а белый цвет содержит себе спектр цветов то есть святость любит и обнимает всех и праведных и неправедных это природа бога и к этому все мы движемся кто осознанно а кто пинком вход за 1 называю волшебный пендель и миллионы лет где пределы этому вопрос у каждого свой наверное я согласен поэтому и и поэтому есть такое понятие как вечные муки бог никого насильно к себе к святости к истине не затаскивает а когда человека думается никто не знает никто не знает когда сатана покаяться этого собственный выбор но двери у бога никогда не закрыты они всегда открыты как у любящих родителей своих даже самых негодных детей а для бога нет времени он в вечности он знает что все мы рано или поздно наедимся со свиньями я вообще согласен абсолютно и и захотим домой на родину ну все с большой буквы дом родина обогащенный познанием добра и зла точно я в это тоже верю и это дает возможность спокойнее смотреть на свои ошибки и на неадекватность других людей а еще мне очень понравился твой скромный настрой работать здесь в смертном теле среди тьмы невежество столько сколько пожелает бог ты супер ну спасибо я действительно вот я почему говорил вы посмотрите я же размышляю и пытаясь из этого пользу какую-то вынести я же жил вот этими апокалиптическими мыслями буквально все вот на ваших глазах происходит как я меняюсь как я расту я вот это все вот чуть-чуть болячки достали вот это все тоже достает иногда а когда вот я понял что ну что ну раньше ты умрешь ты тут же в другое тело перелетишь все равно пахать какая разница тогда и я вы знаете я так смирился мне это так успокоило мне это откровение дало такой фундамент для рука вот ты встал на другую ступеньку и стал четкой уже назад ты никогда не вернешься а то и вот 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 и в царство небесное с господом винцо попивать нет дорогой во второго пришествия поработай ты школу прошел в институт я зачем тебя учил как говорят да вместе в тока вложили кто знает есть лицевое обучение когда компания оплачивает обучение человек и всю его жизнь есть родители которые вкладывают своих детей я услышал голос иисуса внутри своего сердца да я на что в тебя столько вкладывал трудись трудись дорогой я это понял мне это внутренне дало фундамент очень сильный почему я сейчас об этом начинаю так много говорить я не знаю как другим мне помогло мне помогло что утвердиться в святости в истине в любви в желании трудиться да вот в этом во всем любить это же любовь то что я делаю то же самое помогая людям обрести счастье свободу от этих знаний вот так вот а то у меня есть знакомых христиане которые мечтают царствовать на небесах понимаю что чем ближе к богу тебе сложнее задание так и есть так и есть ведь отец трудился а мы что отдыхать будем ведь свет это качество отдачи и чем его больше тем больше отдачи и в этом радость бытия и блаженство да любовь это дела это действие так что дима не все мы еще на земле прожили не все мы еще на земле прожили мы еще только начинаем жить только в другом качестве я не постоянно смотрю твои ролики но всегда получаю какую-то радость и укрепление веры и понимание что я не одна благодарю тебя ну спасибо ну все не все но видимо все таки достаточно много так ну и давайте как раз ну на часик ролик получится еще одно последние четыре письма я ленис бросил как раз вот эту беседу нашу с сергеем дудко с белоруссии перед этим ну на прошлый ответ письмо на прошлое письмо ответ привет дима спасибо за приглашение беседы я смотрел с большим вниманием много улыбалась и смеялась от души почему-то вспомнилось где-то прочитанное сравнение человек ищет бога находясь прямо в нем это как рыба искала бы воду в которой плавает и вот я представила как мы рыбки построили храмы где славим воду совершаем обряды поклоняясь воде прекрасные образы вот игру я почему и не удержался я говорю вот захотел поделиться действительно человеком тоже взрослым да душою мудрым умным интересным искал бы воду в которой плавает и вот так спорим какая она эта вода раздираем друг друга из-за противоречивых представлений о воде смешно правда дима смешно я согласен ну и смешно и плакать хочется а вода просто течет и улыбается детки мои да что вы ругаетесь просто плывите во мне и радуйтесь я понимаю твои улыбки и спокойствие в этой беседе собой ты увидел человека который только осознал что он живет в боге поэтому из него и радость и льется рекой я ведь и раньше было тоже только он я ведь и раньше а ведь и раньше было тоже только он этого не осознал ну насчет сергей немножко может быть превратное представление мы с ним еще где-то уже год назад может быть я не помню когда он не пирас написал мы созвонились мы общались по skype так чисто сами пообщались вот поэтому я знаю ну нет он свою жизнь не рассказываю поэтому еще больше тогда я его ролики смотрел он тоже там выкладывал несколько роликов своих ну про свою жизнь про откровения вот он просто горячим не он поэтому люб но все что единство что я могу сказать в минус сергею не знаю будет ли он смотреть эту игру все равно человек пока не признает что бог есть абсолютная любовь пока он не признает соответственно всеобщее покаяние не важно когда она будет времен и сроков дня до не знает никто почему почему этого никто не знает потому что это зависит от свободы человек может он и никогда не выберет но в аду закисать невозможно от не и зло не имеет бытия бог творил все благое человека сатану ангел света деницу ми мироздание это она изменяется но в начале корень всего свет любовь святость поэтому вариантов нет а зла в принципе не существует она существует только в момент его творения и вот пока человек этого не признает он конечно конечно можно проповедовать иисуса можно все что угодно делать потом можно отвалиться от него при таких я видел мировоззрение а когда ты признаешь в иисусе что бог есть абсолютная любовь ты уже от него никогда не отвалишься ты скажешь вместе с апостолом петро петром куда мне идти куда ты от любви пойдешь везде будет плохо вот так что а такой он радостно он молодец потому что но все-таки он пребывает конечно же в боге и у него есть эта любовь достаточно высокого уровня у серёги потому что действительно вот он как изменился как в отношении вот я говорю я сужу потому что уже не девятьяру как он к нему относится хотя же не сейчас не проповедует христианство да порой даже обратные вещи говорит вот я видел его реакцию тоже это говорит о многом о нем да ну вот вы слышали нашу беседу пока человек конечно не зайдет на эту ступень что бог это абсолютное благо то все таки все таки надо об этом думать задумываться к этому стремиться ну а так серёга конечно молодец он на высоком я вручном уровне все равно в нем есть эта любовь ко всем даже к улителям к врагам он себе не позволяет вот именно вот этих унижения оскорблений суждений людей да вот он говорит о том что выдават покатитесь на вечные муки но это и конечно имеет на это полное право вот так ты ты так где я становился то рыбки которых не осознали бога идеях во вселенной всегда все одно и то же меняется только одной видимо это или нет насколько ясно видим поэтому те рыбки которые еще не осознали бога в себе и вокруг и спорят до хрипоты о своих идеях и представлениях они просто пока живут закрытыми глазами а как судить слепого невидящего человека его можно только пожалеть я раньше по неопытности пыталась открывать глаза но жизнь показала что бесполезно к этому подводит сам бог это как подойти к бутону прекрасный образ тоже или написать как подойти к бутону и начать насильно открывать лепестки они просто порвутся ибо каждый лепесток развернется в свое время так и в человеке даже осознавшему бога лепестки открываются свободно и нежно один за другим я это знаю по своей жизни потому что была слепой те кто ты что нам все время что мы якаем я я я да лучшее свидетельство это я не зря мы в деянии книги читаем как апостолы про себя все время говорили какие они были хулителями как петр отрекся как павел гнал детей божьих учеников иисуса это лучшее что он был хулителем и ненавистником и стал вот таким бог ему открылся это лучшее свидетельство всегда собственного опыта потому что была слепой наверняка кто-то что-то мне говорил но я не видел и не слышал но когда обстоятельства прижали и зажали когда стало невыносимо больно то перестала сопротивляться и постепенно очень ласково бог начал снимать с меня все заблуждения все паутины в которых запуталась и сейчас еще снимает у меня есть подруга чуть младше тебя мы вместе покинули свидетели иеговы и с тех пор постоянно делимся своими откровениями своей жизнью когда мне пришло глубокое сознание о том кто я о том что плоть всего лишь кожаный костюмчик и вся эта мишура вокруг костюмчика просто пыль я поделилась с ней и поняла что не вовремя потому что ей буквально стало плохо так что читать библию и осознавать ее это совсем разное и нужно быть осторожным до читать библию осознавать ну знаете пройти путь как ни одно и то же и нужно быть осторожным в том чем делишься с ближним пища во время мне сейчас как-то понятнее стало почему иисус запрещал говорить они о нем исцелившимся потому что это исцеление только мое личное откровение и другому она может очень повредить в этим вот этим хотела поделиться с тобой ну тут все я с чем могу только согласиться что вот именно жизнь индивидуально но я вот про те же самые свои да вот эти проповеди вы знаете вот они на ютубе ну как ты будешь кого-то там сей ты замучаешься 9 людей я понимаю что это даже может быть лента не в не в мой огород камень я просто пользуюсь вот этим тоже лениным размышлением хочу сказать понятно что все почему я тоже ли я люблю вот именно личные встречи личные беседы то да да ты знаешь с кем чего говорить почему я много раз на эту пираюсь когда я читаю там какой-то комментарий я говорю хулительный ледобряющий переходишь ты ничего не видишь о человеке я даже не понимаю что им ответить его знаете я рассказывал и со многими сейчас стараюсь так общаться у меня немножко поменялась политика я знаете как стал делать я об этом рассказывал мне когда задают вопрос я теперь крышу слушай а ты сам-то как думаешь то есть я сначала игру ты знаешь вопрос ты будь любезен сам на него ответь я хочу узнать я через открой свои уста я узнаю кто ты из древней мудрость да заговори со мной я познаю тебя много разных выражений об одном и том же я стал именно так делать ты играешь ты знаешь вопрос у тебя совсем нету мысль такого тоже быть не может хоть какая то есть ты же задаешь ты что-то думаешь по этому вопрос пусть у тебя колебания между разными мыслями и лечениями ты мне сам дай сначала ответ я же увижу сразу кто это закоренелый православный протестант католик баптистом свободный вы христе язычник или еще что-то и в этом я наверняка в твоих ответах услышу что ты ко мне чувствуешь как ты видишь слушал ты меня не слушал читал не читал что-то другое я вот стал вот так вот очень часто делать если есть конечно возможность такая там переписки или еще что-то по-разному бывает вот поэтому я в насчет лично я согласен видим иисус все равно проповедовал и сгор и очень великие мысли всем людям и кого там только не было достаточно увидеть его проповеди вот именно на горах на пустырях на берегах да где он вот таково там только не было разве там всем а господь говорил вещи вроде как и поверхностные тогда можно их назвать что всем было удобо варим а с другой стороны насколько там глубокие вещи одной нагорной проповедь достаточно чтобы вот именно что любить надо врагов и что бог посылает дождь свой на праведных и неправедных куда еще выше то поэтому тут надо по-разному знаете и так надо сеять кто-то тебя что-то услышал не что-то засела он пусть сейчас будет тебя бодать бить а потом примет это да когда надо говорить и так и в личном вот и вот даже лена писала случай как она что-то сказала этой сестре своей ну ничего страшного по плохие отойдет поболеет и выздоровеет поэтому тут тоже а ну без боли бывает ничего у нас не бывает такой тоже есть да мы все прекрасно знаем через боль принимаешь себя ломаешь ой хотел любить хотел ненавидеть дать и любить надо мы ломаем себя очень много происходит как вот и не зря вот и елена про больного эту тему всегда как мы знаем в мире медицина что-то вылечить приходится пережить боль да так что бог иногда открывает и нежные лепестки но есть другие образы да когда это происходит все приходится ломать ломать приходится богу до нас не нарушая нашу свободу на обстоятельства как она вот сама написала припрет так то есть по сути бог нас ломает вот в этом плане да так но и заканчиваем и практически еще очень благодарна тебе за твою простую формулу который ты извлек из всех этих безмерных нагромождений любовь свобода и бессмертие когда осознаешь что плаваешь в том чего так долго искал то этих трех слов оказывается вполне достаточно в свое время покидывая по выкидывала все эти богословские книги потому что стало смешно и зачем эти талмуды когда все так просто и вмещается в одну фразу любите друг друга по поводу любви свободы бессмертия вообще очень удачно закончилась да хорошее четвертое письмо тоже так она кончается как раз на двух действительно главных вещах ну на одной первый человек ты бессмерт я ничего не говорю нового еще его апостолы ученики иисуса говорили не хочу ничего знать кроме христа распятого и воскресшего а распятым как был вы помните я просто добавляю слово добровольно вы помните слова иисуса никто не может у меня отнять и не отбирает эту жизнь так скажу но они хотят но не мог тут и я сам отдай поэтому хотите просто дополните слова апостолов еще одним словом а мы проповедуем христа добровольно добровольно свобода да и воскресшего распятие конечно же иисуса это символ бога который есть любовь ну или символ любви что хотите крест всегда означает только это это его пример который нам показал как надо любить врагов поэтому а мы проповедуем христа добровольно распятого не распявшегося уже не сам себя добровольно он себя отдал на распятие добровольно распятого люди этого не должно было быть люди не должны были докатиться такого безумия но мы докатились и всегда докатывались в древности и еще будем докатываться иисус сказал что еще нас будет убивать думаю что тем служит богу да это будет до последних времен до самых самых до второго пришествия вот поэтому и воскресшего поэтому я ничего нового не говорю просто стал слова со скоротил до нельзя простыми словами ты человек бессмертен веришь ты в это не веришь шкурку сбросишь и узнаешь все равно поэтому веришь не может просто принять не принять свою жизнь и изменить свою жизнь относительно этой истины которые просто есть бог просто есть свободу любовь да можно ненависть ты избираешь поэтому ты свободен даже верить в бессмертие ты спасай свободен нет хотя ты не свободен быть смертным бог бессмертен бог есть просто бытие а вот любитель не любить ты правы выбирать поэтому конечно вот она одна единственная мысль и учение иисуса да она именно в этом так что вот так вот лени спасибо отдельное за такие письма они большие но они очень меня радуют я читаю прям с удовольствием как ну как кто-то ролики муж смотрит мне даже и что также меня я с удовольствием читаю ее письма подобные ей письма рюк тот сейчас на меня опять обидится есть я знаю люди которых я не смог я их принять я не знаю я читаю мне просто поперек горла порой даже не просто неудобо варим а поперек горла некоторые становится или ну хотя бы мне нечего сказать а тут видите целый ролик записываю потому что не есть через сказать и сказать и аминь и да и да и еще что-то дополнить еще что-то свое чуть-чуть вставить поэтому да истина 1 верь надейся и люби вот и все бессмертие свобода любить или не любить у человека есть друг друга она это значит всех мы видели как иисус нам всей своей жизнью если не брать стихи вырваны из контекста показал что любить надо и любящих тебя и встречающих тебя на пути жизни как самарянину доброму встретился на пути жизни побиты разбойники побиты разбойниками еврей и даже наших врагов мы помним как он и разбойника с собой в рай забрал и всех его распинатели за них молился чтобы им это не было вменено в грех и пальцем их не тронул хотя имея абсолютную власть мог сотворить с ним все что угодно все я с вами на сегодня прощаюсь всех был рад хоть я вас не вижу не слышно узнать что вы смотрели всех рад всегда вас видеть на своем канале на просмотре своих роликов надеюсь они вам приносят благо добро счастье утверждают вас в истине открывают и утверждают в истине вы меняете свою жизнь меняете жизнь вокруг вас людей помните ту мудрость которую я как-то тоже зачитывал посты делал в социальных сетях до одним каким-то даже помощью одному человеку мы не изменим весь мир но мы любым своим порой даже самым маленьким поступком можем изменить мир помогая этому человеку весь мир этого человека все я с вами прощаюсь если ролики мои нравится полезно изъедательность считаете что они кому-то принесут пользу радость вы знаете что делать я с вами прощаюсь пока пока